Здравствуйте! В эфире медицинская программа «Ваш доктор» в студии Евгения Филатова. Быть одинокой женщиной нелегко, причём и в любое время года. Не спорим, многие неприятности уже пережиты. Тоскливая серая осень с облезлым пейзажем за окном и вечной сыростью. Холодная тёмная зима с праздниками типа новогодняя ночь или день влюблённых. Это для них, для влюблённых, так радостно и здорово получать отправлять сердечки. А как быть остальным, не влюблённым? Кто-нибудь подумал об их чувствах и их ощущениях? Когда другие за семейным столом с живой ёлкой, вы наедине с бокалом и президентом в телевизоре. Или когда все в сердечках, а вы, ну только может быть не в слезах, ведь вы сильная женщина. Может быть и весну в одиночку переживёте. Но как разорвать этот порочный круг? Вот сегодня мы и будем говорить об одиночестве и о том, как от него избавиться. Итак, мы сегодня начинаем цикл программ, объединённых одним названием – здоровье семьи. И сейчас будем говорить об одиночестве и о том, какой урон наносит оно нашему здоровью. У нас в студии гости Олег Тарсунов, профессор аюрведы, и Лада Кашкова, клинический психолог. Здравствуйте, уважаемые эксперты. Прежде чем начать наш содержательный интересный разговор, я хочу напомнить нашим телезрителям, что телефон нашей студии – 363-44-34, код Москвы-495. Вы можете звонить и задавать нашим экспертам вопросы, и обязательно получите на них ответы. Итак, мы начинаем разговор. Первый вопрос я адресую Олегу. Олег, скажите, пожалуйста, что же, собственно, такое стресс-одиночество? Все люди хотят любви. Все люди, да. И мы живем для этого. Если человек остается один, он не может жить, то есть у него останавливается жизнь. Это состояние остановки психической называется в медицине стрессом и в психологии. То есть это означает, что человек чувствует, что его жизнь остановилась, у него нарушается сон, у него нарушается пищеварение, у него нарушаются все функции нормальные психические, физические организмы. То есть такое состояние может длиться годами. И если человек не нашел выхода, то он реально будет разрушаться психически, физически. То есть есть много болезней от стресса, которые возникают. И мы здесь слады для того, чтобы помочь найти выход. Олег, можно вас спросить, такой, наверное, может быть банальный очень вопрос, но я думаю, он всех волнует людей, у которых не получилось создать семью, не получилось найти пару. Они каждый день себя спрашивают, почему? Вот причины одиночества самые распространенные. Есть несколько причин. Первая причина – женщина – это как цветок. Она должна сама это понимать, и она должна себя дарить человеку. Если женщина, допустим, хочет только брать в отношениях, она хочет принимать отношения, то это для мужчины очень болезненно. Чаще всего семья разваливается. Если женщина не понимает, что она цветок, она целый день работает, домой приходит усталая, холодная и больная, то в этом случае, естественно, результат какой? Результат, что мужу это все надоедает, и он тоже ее бросает просто. Третий вариант мало кому понятен. Так как я астролог, я знаю этот вариант. Когда планеты плохо встают у человека в судьбе, он просто непривлекателен. Он не может никого себе найти. Но с этим можно как-то бороться? С этим тоже можно бороться. Надо просто понять, когда женщина привлекает мужчину, и когда мужчина привлекает женщину. Если мужчина склонен в семье нежно себя вести, он всегда создаст семью. Если мужчина зациклен только на работе, допустим, он ничего не соображает в личных отношениях, женщине счастье не может дать, значит, естественно, что он будет одиноким. Вашими бы устами мед пить. Лада, к вам вопрос как к психологу. Вот одинокого человека, одинокую женщину можно ли различить в толпе? Вот вы как специалист можете сейчас нарисовать, например, психологический портрет такого человека? Либо маскировка происходит за, может быть, такой эмансипацией. Женщины стараются быть сильными, властными. И все-таки психологу это удается делать? Ну, знаете, на самом деле, наверное, удается после нескольких слов все-таки. Вот так в толпе, может быть, и не видно, потому что человек носит маску. И такая социальная маска, она скрывает очень многие вещи. Но в глазах, наверное, и в разговоре одинокая женщина отличается, да, это чувствуется. И причем, наверное, тип одиночества. Ведь одиночество – это явление такое, ну, не тотальное, не общее. Есть типы одиночества. Давайте вот расскажите об этом, интересно. Ну, человек может быть одинок, когда вокруг никого нет. Одна-две подруги, и то все время с мужьями, все время заняты. И у человека просто нет рядом людей, это одиночество. А, наверное, какая-то другая сторона этого явления, вот на этой шкале, это когда человек, у человека, у женщины, огромное количество поклонников, друзей, но близкого человека нет. Это тоже одиночество. И, наверное, вот любое одиночество, оно располагается где-то на этой шкале, вот в тяготее к тому или другому краю. Интересно. Лада, еще один вам вопрос. Вот как вот это самое одиночество, разлад внутри, наверное, происходит за счет этого, влияет на наше здоровье? Что происходит с нашим здоровьем в этот момент? Как же влияет? Влияет то, что стрессы. Вот Олег об этом очень хорошо сказал. Я могу только лишь добавить, что стресс... Знаете, есть такая шкала у психологов, процентная шкала стрессов. И там просто психологи просчитали. Это, конечно, так, несколько приблизительно, да, но они просчитали, что, например, развод – это 80% стресса из 100, да, а смена работы, казалось бы, мы меняем хорошую работу, нам будет лучшую, но мы меняем коллектив, мы меняем людей, которые рядом с нами, да, и которые, возможно, стали близкими. Это тоже стресс. Знаете, какой стресс одиночество, если человек один совсем, женщина одна. Да, конечно, конечно. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что телефон нашей студии 363-44-34. Вы можете позвонить, не стесняйтесь, звоните, потому что одиночество – это наша общая проблема, но мы хотим вам помочь. Олег Лада обязательно ответит на наши вопросы, на ваши, вернее, вопросы. А ещё хочу добавить, что Олег Геннадьевич умеет ставить диагноз по голосу, поэтому не упустите такую возможность, и давайте звоните. Олег, о болезнях давайте поговорим. Какие болезни считаются болезнями одиночества? Ну, во-первых, следует понять, что сразу рушится работа психических функций организма. Соответственно, нарушается сон у человека, у человека нарушается память, у него снижается самооценка. На основе этих нарушений уже идут дальнейшие расстройства. Допустим, если у человека болезни и функции страдают, то у него нарушается работа печени, потому что это связано. Вместе, если, допустим, у человека появляется внутренний холод, сухость внутренняя, у него начинает страдать сердце, от этого за сердце хватается. Если, допустим, он чувствует себя одиноким, женщина чувствует себя одиноким, она не может проявлять отношения любви, допустим, как-то, то значит, у нее будут страдать гормональные функции сразу же, немедленно. У мужчин, естественно, тоже половые функции страдают от одиночества из-за того, что он перестает чувствовать себя мужчиной. То есть эти все ощущения, они связаны с работой нашего организма. Но, конечно, в первую очередь рушатся гормональные функции вообще в целом. У нас уже есть звонок, давайте ответим. Алло, слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Алло. Здравствуйте, меня зовут Ирина, я из Москвы. Здравствуйте, Ирина. Я бы хотела вот что спросить. Дело в том, что моя подруга, она, в общем-то, одинокая, ей 36 лет сейчас вот будет. Она очень много ест. И у нее на этом фоне, естественно, развиваются некоторые, ну, там, мало того, что она поправляется, вот, и у нее еще болезни печени. Так вот, я и хочу сказать, что ты займись своей личной жизнью, вот, вы меня вот поддерживаете в этом или нет? Потому что, ну, вот она, я думаю, что вся причина просто в этом. Вот, как вы думаете, насколько я права? Спасибо. Спасибо вам огромное за вопрос. Я думаю, что очень многие, да, одиночество заедают. Абсолютно точно. Знаете, просто это понятно, но что вот сказать этой подруге? То есть сказать, что давай женись или выходи замуж, ну, это нереально. То есть надо понять, почему она одинока? В чем причина? Есть несколько вариантов для женщин. Например, первый вариант. Женщина очень много работает. Она свою психическую энергию отдает в работу. А деловые отношения — это не женские отношения. Женские отношения — отношения близкие, нежные, чуткие. То есть если она входит в эту сферу деловых отношений слишком сильно, она, как женщина, очень сильно теряет. В результате она становится менее привлекательной. И так как она не реализует себя, как женщина, естественно, что вечером она приходит с работы, и она чувствует себя нереализованной. Ей надо как-то от этого состояния отойти. Единственный способ отойти, самый такой простой, это просто накушаться и лечь спать. А так как ночью влияет Луна, согласно Айурведе, эта планета, то есть это когда Луна начинает влиять, синтез веществ в организме начинается, то поэтому всё синтезируется, всё, что съедено. Она уже утром потяжелее просыпается в результате. Да, я хотела бы добавить, потому что, насколько я поняла, даму задала вопрос, поддержите меня. Я хочу сказать подруге, что это действительно из-за того, что ты одинокая. Да, абсолютно точно. Психологи однозначно говорят, что это стресс-тревоги, то есть эта женщина заедает. Она тревожна, потому что действительно её личная жизнь не очень сложилась. Она заедает, и, конечно, от этого. Надо ей научить быть неодинокой. Надо понять ей, этой женщине понять, почему она одинока. Если она это поймёт, она очень быстро выйдет замуж. У нас есть ещё один звонок. Алло, слушаем вас. Говорите, пожалуйста, алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот я послушала о теме одиночества. Они затронули одиночество в браке. Ведь человек может быть и в браке, а чувствовать себя одиноким. А это вопрос? Я могу сказать, что этот вопрос не просто вопрос, потому что, как бы, согласно тому, что я услышал по голосу, у девушки есть очень большая трудность внутренняя вступить в глубокий контакт с близким человеком. И связано это с астрологическими причинами. То есть у неё влияние Луны, которая отвечает за этот близкий контакт, у неё нарушено. То есть ей нужно учиться почувствовать близкого человека. То есть она должна пытаться ему смотреть в глаза, учиться, принять его в свою жизнь. То есть это не так просто делается. То есть на это нужно время. И она должна ещё пытаться не просто ждать от него, то, что он её когда-нибудь полюбит, а начать функционировать как женщина. И действовать самой, да? Как женщина функционирует. Да, уважаемые. Мы продолжаем программу. Сегодня она посвящена одиночеству и борьбе с ним. И у нас в студии Олег Тарсунов, профессор Аюрведы и Лада Кашкова, клинический психолог. Я напоминаю, телефон нашей студии 363-44-34, код Москвы, 495. По этому телефону вы можете звонить и задавать свои вопросы. Уважаемые эксперты, у меня просто накопилось ужасно много для вас вопросов. Но я не могу их задать, потому что на первом месте у нас наши телезрители. У нас уже есть один звонок. Давайте ответим. Алло, слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Алло. Алло. Здравствуйте, меня зовут Маргарита, я из города Алматы. Я бы хотела такой вопрос задать. А может ли женщина первая сделать шаг навстречу мужчине, которого она выбрала для себя в качестве мужа? Спасибо вам за вопрос. Я, наверное, тоже как женщина отвечу. Конечно, конечно. Другое дело, ей, наверное, нужно понимать, как это делать. Если она будет там через чернопористо и будет по-мужски это делать, то, наверное, это не прокатит. Но если она это сделает тонко и привлечет внимание мужчины, конечно, на самом деле, женщина лучше выбирает мужчину, чтобы мужчины не говорили. Не наоборот. Женщина чувствует своего мужчину. Ну и, наверное, пожелаем удачи этой девушке. Да, я очень хочу пожелать удачи. Самое главное, вы поймите, что вы цветок, вы должны пахнуть, а не просто делать какие-то шаги. Понимаете, вы привлекаете, вы не пытаетесь его взять. Понимаете, он должен вас взять, но вы должны сделать так, чтобы он от вас глаз не оторвал. Еще один звонок. Алло, слушаем вас, говорите. Алло. Алло. Да-да-да, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ольга, я звоню из Беларуси. Очень приятно, Оля. Дело в том, что у меня такой вопрос. Со временем в браке отношения с мужем как бы стали немножко, ну, не так чувствоваться близостью. Вот эта духовная близость, которая была, ну, сначала. Может быть, есть какие-то нормы или правила, которые, ну, вот со временем меняются отношения в браке. Мне кажется, что в этом виновата я сама. Вы знаете, Ольга, я могу ответить. Я продиагностировал вашу психическую структуру. Вы сейчас находитесь в плохом периоде семейных отношений. То есть вам очень тяжело чувствовать рядом близкого человека. Как бы ощущение близости у вас сейчас на время прекратилось. Я думаю, что это возобновится через полгода где-то, как мне кажется. Второе, что я подметил, это то, что, скорее всего, в этих отношениях вы не умеете воспитывать мужа. То есть у вас влияние Марса очень слабо на вашу психику. И вам тяжело, мне кажется, быть с ним наравне. То есть у меня такое ощущение сложилось по голосу, что вы немножко проигрываете в отношениях. И он вас меньше ценит, чем вы бы хотели. Но вам надо просто учиться быть достойной девушкой, чтобы привлекать внимание женщины, чтобы привлекать внимание своего мужа так же, как в первые годы жизни. Лада, что тогда было? Да, мне кажется, что действительно это очень важная вещь. Я тут просто, наверное, хочу дополнить, что для женщины очень важно в любой период. Бывают такие моменты, когда она как-то перестает чувствовать свою силу, ощутить свои особые качества женские. И мужу, если вот Олег говорит, и верно то, что эта дама не очень как-то стесняется воспитывать, я кавычу, воспитывать мужа, но то есть просто доносить до него то, что бы она хотела видеть в отношениях, потому что все-таки отношения это такая женская на самом деле функция и роль. То ей нужно научиться говорить про свои качества и свои качества в какой-то степени, в какой-то степени не просто выражать, а, наверное, знаете, какую-то презентацию качеств. То есть ей нужно свои качества очень умело преподносить. Вот это очень важно для женщин. Олег, скажите, а что касается камней, с которыми вы работаете, есть среди них те, которые помогают, ну... Преодолеть стресс. Да, преодолеть стресс. Помогают, но не одиночество. Есть камни одиночества, которые нельзя носить, например? Есть. Есть такие камни, которые охлаждают. Допустим, синий сафир, александрит. Они охлаждают психику у женщины. Это не женские камни. А не поэтому... Женщина должна быть тёплой. Вот такие камни, как рубин, допустим, коралл, в редких случаях, жемчуг. Да, рубин, жемчуг. Вот камни, которые женщина должна носить для того, чтобы не было одиночества. Интересно. У нас есть ещё один звонок. Давайте ответим. Алло, слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Юлия. Я звоню из Самарской области. Здравствуйте. Всё узнать. Вот уже женщина спрашивала вопрос про одиночество в семье. А как вот поправить своё здоровье, подавидовать? Я вот тоже как бы чувствую себя одинок. И ещё родила троих детей. Тоже считаю, что как-то моё здоровье подорвалось на этом фоне. Вы одна живёте или с мужем? Для поддержания моего здоровья. Вы одна живёте или с мужем? Нет, но живём с мужем в гражданском браке. Спасибо вам за вопрос. Олег, что скажете? Да, здесь вполне типичная ситуация. Просто они не могут общаться друг с другом. То есть бывают такие вещи, когда люди живут вместе и не могут разговаривать. Просто надо понять такую простую вещь, что или женщина бывает слишком эмоционально в беседе и перебивает мужа, он не может с ней общаться. Или второй вариант. Мужчина бывает слишком грубым, гневливым. В любом случае надо понять, что надо учиться, особенно общение, как уже Лат сказал, это функция женская. Поэтому в данном случае Юля, да, она должна просто учиться общаться с мужем. И просто разговаривать с ним без эмоций и без грубости. То есть стараться вот говорить спокойно. И учиться разговаривать, разговаривать, разговаривать. Постепенно в этой беседе они друг друга поймут, установится мостик. И вот это ощущение, что она вот так чувствует себя одиноко, оно пройдет. Ведь я чувствую, и дети там тоже одинокие. Три ребенка растут, должна быть такая счастливая семья. Но просто неумение разговаривать, общаться с друг с другом без эмоций, без гнева, создает такую ситуацию. Да, я тоже хочу добавить, на самом деле, действительно, это такой очень важный момент, когда женщина умеет мужчине сказать без упрека, вот абсолютно без упрека, очень ровно сказать, ты знаешь, я чувствую себя одинокой, давай поговорим. То есть говорить о своих чувствах, не упрекая его, выдерживать вот этот ровный тон, это очень важно. Если вот эта женщина начнет это делать, то муж ее услышит. Мне кажется, на практике это очень трудно сделать, когда он связывает людей много, и в том числе всяких взаимных упреков. Я хочу спросить у Лады, вот как насчет холостяков, которых становится все больше и больше, и многие мужчины говорят, мне хорошо одному, в данном случае одиночество это норма, если для него любые отношения насилия, или это все-таки отклонение от нормы? Да нет, это конечно не норма, это человек почему-то выбрал такую форму, трудно сказать, почему он ее выбрал, может быть потому что, да, вот скорее Олег как мужчина может сказать, почему мужчина выбирает такую форму. Просто некоторые мужчины думают, что им достаточно секса, достаточно, чтобы нормально жить. И это полный бред, на самом деле. Я не знаю, насколько это бред, но в мире становится все больше таких людей. Да, 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 особенно потому что еще это пропагандируется, такая норма отношений. На самом деле человек, конечно, очень много теряет, сердце его закрыто. Хорошо, если это так действительно. Ответим еще на один звонок. Алло, слушаем вас, говорите, пожалуйста. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Говорите. Алло. Да, 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 мы вас слушаем. Меня зовут Анна, я из республики Мордовия. У меня вот такой вопрос к вам. Мне 24 года, несмотря на этот возраст, чувствуется, что я как бы одинокая. У меня был молодой человек, с которым год назад мы как бы начинаем рвать отношения, год как-то их поддерживаем. В итоге наши отношения вообще на нет сошлись. Ну, я чувствую, что, ну, бывает такое, что это мое. Вот скажите, пожалуйста, как я его могу вернуть? Спасибо вам за вопрос. Вы поймите, что если вы так будете настроены, вы его никогда не вернете. Когда человек потерял себя в отношениях, когда он в любви сгорает, когда он чувствует, что он как бы ниже человека, то, понимаете, тряпки никому не нужны. Мужчине нужен нормальный, распустившийся, красивый цветок. Ему не нужна женщина, которая вот выглядит совершенно перед ним, как человек, который очень сильно нуждается. Понимаете, в любви не бывает нужды. Восстаньте перед своим чувством, станьте самим собой, попытайтесь победить его внутри себя ради этих отношений. Если вы станете сильной внутри себя, если вам будет что дать, то, несомненно, этот молодой человек, потому что у вас есть с ним и совместимость, как я это понял по вашему голосу, и все остальное. Просто вы проиграли в этих отношениях, вы слишком стали зависимы от них. Владимир, я попрошу вас дать несколько советов нашим телезрителям, тем, которые еще не нашли свою половинку. Как нужно действовать? У нас осталось несколько секунд. Ну, за несколько секунд, наверное, прежде всего ориентироваться на свои чувства. И чувствовать, что ощущаете вы рядом с этим мужчиной. Потому что с каким-то мужчиной женщина может ощущать себя, ну, неумехой. У нее все падает из рук. И она не понимает, почему это. Она вроде бы так ничего. И, возможно, человек очень критичен. А рядом с кем-то она себя чувствует просто, ну, как солнышком. Ей тепло. Она себя чувствует красавицей. В общем, нужно ориентироваться на свои чувства. На свои чувства. Это самое главное. Прежде всего. Первая часть нашей программы подошла к концу. У нас в гостях, напоминаю, были Олег Тарсунов, профессор Айурведы, и Лада Кашкова, клинический психолог.